Почему пот охлаждает наше тело? Отличный вопрос, Леброн. Чтобы на него ответить, давай взглянем поближе на капельки пота. Пот почти целиком состоит из воды. Давайте рассмотрим поближе одну каплю пота. При очень сильном увеличении этого фрагмента мы в основном увидим вот такие молекулы воды. Молекулы воды состоят из атомов кислорода, которые я обозначил голубым цветом, и атомов водорода, связанных с кислородом. Их я обозначил белым цветом. Мы знаем формулу воды, H2O. Таким образом, каждая частица здесь – это молекула H2O, то есть молекула воды. А левее и ниже я схематично изобразил поверхность вашей кожи. Это даже не клетки кожи, это частички, из которых клетки кожи состоят. А правее и выше – это у нас молекулы пота, то есть, по сути, молекулы воды. Поэтому вопрос, почему пот охлаждает, можно переформулировать так. Почему наличие воды на поверхности кожи охлаждает ваш организм? И чтобы ответить на этот вопрос, мы сначала должны разобраться, что такое температура. То, что мы воспринимаем как температуру, в действительности является движением каких-либо молекул. Чем выше температура, тем интенсивнее перемещаются молекулы. Чем температура ниже, тем молекулы двигаются медленнее. Двигаться молекулы могут по-разному. Их движение может быть поступательным. Это значит, что они действительно перемещаются в пространстве. Они могут вибрировать на месте, могут вращаться и так далее. И чем больше так называемая кинетическая энергия молекул, то есть энергия их движения, тем более высокую температуру мы ощущаем. Итак, как вода охлаждает нашу кожу? Сначала давайте определимся, почему кожа вообще нагревается. Когда ваши мышцы выполняют некую работу, они выделяют тепло. Это тепло передаётся клеткам кожи. Как вода помогает бороться с излишним теплом? У нашей кожи есть определённая температура, то есть у её молекул есть некая средняя кинетическая энергия, энергия движения. Но это не значит, что все молекулы движутся одинаково. Температура – это средняя кинетическая энергия, то есть некоторые частицы движутся, вибрируют или вращаются с большей скоростью, а некоторые с меньшей. При этом они могут врезаться в молекулы воды, заставляя двигаться и их. Молекулы воды с самого начала тоже движутся с некой скоростью. Но чем теплее кожа, чем больше кинетическая энергия её молекул, тем чаще они врезаются в молекулы воды. Представьте, что вот эта молекула ударилась об эту молекулу воды. Та, в свою очередь, ударилась ещё об одну. И таким образом, кинетическая энергия молекул кожи переносится или передаётся молекулам воды. То есть кожа нагревает воду, передавая ей часть своей температуры. Тут важно понимать, что молекулы воды также движутся и соударяются друг с другом с разной скоростью. У них есть средняя кинетическая энергия, которую мы воспринимаем как температуру. Но одна молекула может очень быстро двигаться, например, вот в этом направлении, а другая очень медленно вот в этом направлении. Эта молекула может очень быстро переместиться вот сюда. Эта молекула может очень медленно переместиться вот сюда. И теперь подумайте, если у этих молекул разная кинетическая энергия, то, как и из них, скорее всего, улетят в воздух, то есть буквально испарятся с поверхности вашей кожи. Что такое испарение? Молекулы воды в каплю пота притягиваются друг к другу. Мы называем это водородными связями. Благодаря этому притяжению капля не растекается по поверхности кожи. Но если какая-нибудь молекула будет очень быстро двигаться влево, то она с большой вероятностью покинет каплю. И процесс покидания молекулами капель воды называется испарением. Если молекула обладает достаточной кинетической энергией, чтобы порвать водородную связь с другими молекулами, тогда она испарится в воздух. Но мы пока не ответили на наш вопрос. Представьте, что вот эта молекула испарилась из капли пота. Почему испарение охлаждает всю эту систему? Почему оно охлаждает каплю, чтобы та могла получить новую порцию энергии от вашей кожи? Как мы уже сказали, испаряются молекулы, обладающие самой большой кинетической энергией. В капле много молекул. Некоторые движутся быстро, некоторые медленно. В коже какие-то вибрируют быстро, какие-то медленно. Но что происходит, когда каплю покидают молекулы с максимальной кинетической энергией? Исключая молекулы с самой большой кинетической энергией, мы уменьшаем среднюю кинетическую энергию в капле. Таким образом, температура, которая по сути и является средней кинетической энергией молекул в капле, тоже понижается. Если молекулы, обладающие самой большой кинетической энергией, покидают каплю, тогда средняя кинетическая энергия оставшихся молекул будет меньше. А значит, понизится и температура. Вот так мы на молекулярном уровне объяснили, почему ваша кожа охлаждается при испарении пота.